В эфире телеканала ЛРТ. Программа «Итоги» в студии Ирина Михайлюк. Здравствуйте. Вначале коротко о том, чем запомнилась эта уходящая неделя. Зима не за горами, чтобы снег не стал сюрпризом. В округе проверяют готовность уборочной техники. Жители микрорайона самолета озвучили проблему очередей на автобусы. Как будут решать? Замминистра транспорта области ответил. Год родине послужить осенние призывники отправляются в свои воинские части. Видели с каким настроем? И лед, и свет, и трюки. Цирк танцующих фонтанов «Аквамарин» открыл сезон. Расскажем о премьере красочного шоу «Забытая страна». Робот-видеограф в помощь. Как готовится ли беретский водоканал к зиме и внештатным ситуациям? Мы узнали. Аналоговый сигнал «Прощай». Насколько гладким будет переход на цифровое вещание? Расскажем. Теперь об этом и не только в деталях. Неделя в городском округе традиционно началась с оперативного совещания в администрации. Руководители силовых структур и сотрудники органов местного самоуправления отчитались перед главой Люберец о проделанной работе. Все подробности у Анны Троян. Полторы тысячи обращений граждан поступило в Люберецкую полицию на минувшей неделе. 57 заявлений послужили поводом для возбуждения уголовных дел. 45 раскрыли по горячим следам. Кроме того, одна из 157 дорожных аварий привела к необратимым последствиям. В городе Котельников был совершен конфликт между женщиной 65-го года и молодым мужчиной. Произошел конфликт из ДТП. Мужчина вышел, ударил женщину. От полученных травм она до скорой помощи умерла. То есть следственный комитет проводит проверку по данному гражданину. 46 выездов по сигналу тревоги и ликвидация 10 пожаров. Такой выдалась в прошлой неделе для Люберецких огнеборцев. Пять возгораний перешлись на городской округ. В Марусине пожар привел к многочисленным травмам пострадавшего. Пожар подошел в квартире на третьем этаже. До прибытия пожарных подразделений гражданин Титов Ярослав Евгеньевич, 1970-го года рождения, выпрыгнул с балкона и с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головы мозга, ушиб лобной части, перелом бедра, состояние алкогольного опьянения доставлен в больницу Ухтомского. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. А в сфере ЖКХ дела обстояли гораздо спокойнее. За минувшие 7 дней в округе отремонтировали 12 подъездов. Всего от плана на этот год сделано 73%. А также в Люберцах продолжается капитальный ремонт домов. На сегодняшний день выполнен полностью капитальный ремонт в 51 доме из 113, что составляет 45%. Ремонтируются в округе не только дома, но и дороги. Предприятия закупают дополнительную спецтехнику, чтобы в холода проезжей части были в порядке. Готовятся к зиме также ресурсоснабжающие и управляющие компании. Продолжаются работы по проверке и готовности управляющих организаций к зимнему периоду. Каждая управляющая организация должна иметь необходимый уборочный инвентарь и технику, укуплектованный штат сотрудников, запас противоголовлённых материалов и договора на вывоз снега. В завершении встречи коллектив администрации округа поздравил с днём рождения руководителя комитета по культуре Светлану Носкову. Анна Троян, Пётр Подомаренко и Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. В Подмосковье подводят итоги запланированных на этот год работ по комплексному благоустройству дворов. За 9 месяцев 2018 года план выполнен больше, чем на 90%, и наш округ в числе лидеров. На этот год запланировано благоустройство почти полутора тысяч дворовых территорий. Работы выполнены на 1300 объектах. На данный момент 45 муниципалитетов отработали весь установленный объём. Люберцы оказались в числе передовиков. Здесь процент выполнения плана равен 101. Всего в Подмосковье почти 13 тысяч дворовых территорий. Не менее 10% из них ежегодно благоустраивается. В перечень работ входит шесть обязательных элементов. Новая или модернизированная детская площадка, озеленение, освещение, парковочные карманы, информационный стенд и контейнерная площадка для твёрдых бытовых отходов. С 23 по 26 октября в 30 регионах России, в том числе и в Подмосковье, пройдёт акция «Тест на ВИЧ-экспедиция». Как принять участие и зачем это нужно, расскажет Александра Томей. За неделю до начала акции пройдёт кампания по тестированию на ВИЧ-статус. Вплоть до 25 октября каждый желающий сможет бесплатно обследоваться на наличие вируса иммунодефицита и получить консультацию специалиста. Главная цель мероприятия – информирование граждан об их ВИЧ-статусе. Целевая аудитория – люди молодого и среднего возраста и лица из группы риска. В настоящее время в Подмосковье получает лечение более 21 тысячи человек. Оно назначается сразу каждому, кому впервые установили диагноз иммунодефицита. В акции «Тест на ВИЧ-экспедиция» примет участие 120 российских городов. В них будут работать мобильные лаборатории. Узнать адреса кабинетов добровольного обследования на ВИЧ можно на сайте Московского областного центра по профилактике и борьбе со спидом и инфекционными заболеваниями. Родители детей с проблемами здоровья знают, как нелегко обучать и социализировать такого ребенка. Причем далеко не все образовательные учреждения готовы выстраивать воспитательный процесс с учетом всех нюансов заболевания. Но наша съемочная группа выяснила, где особенным детям рады и где им всегда помогут освоить самые важные для жизни навыки. Семилетняя Юля Ходри вострадает сахарным диабетом. Девочка зависит от инсулина и нуждается в регулярном мониторинге уровня сахара в крови. В детский сад она так и не попала. Там побоялись брать на себя ответственность в уходе за ребенком. Да и в школе есть трудности. Медсестра там редко бывает. И то, что переживаешь как сахара, надо прийти, уколоть, посмотреть. И вот это, конечно, тяжеловато, потому что ребенок еще сам полностью не может себя обслуживать. Мама постоянно должна быть рядом. Работать и зарабатывать пока не получается. И когда Юле поставили диагноз задержка речи, обратилась в соцзащиту. Нужен был бесплатный логопед. Тогда Анастасии рассказали про детский сад «Ласточка». Там по воскресеньям работают развивающие группы для детей, которые больше других нуждаются в помощи. А еще в снегу валялись. Все в снегу домой пришли. Съели суп. Суп. Занятия с логопедом, психологом, танцевальные и творческие классы. И все это абсолютно бесплатно. Нужно лишь обратиться в соцзащиту. Кстати, «Ласточка» взяла под крыло и родителей, и особенных малышей. В данном дошкольном учреждении и возникла идея, чтобы дети с особенностями могли общаться, могли развиваться. Даже не только дети, а и папы, мамы, семьи, чтобы находили поддержку, чтобы находили в себе дополнительные силы помочь собственному ребенку. На днях детский сад «Ласточка» отметил двойной праздник – пятилетие основного корпуса, где проходят воскресные занятия и торжественное открытие дополнительного филиала для детей ясельного возраста. В округе прошло чествование легенды люберецкого футбола Анатолия Яковенко. На свое 80-летие он собрал полный зал гостей во дворце спорта «Триумф», друзья, коллеги, молодое поколение футболистов и представители власти. В этот день все пришли с самыми лучшими пожеланиями. Как прошла встреча, расскажет Мария Антонова. Встреча с Анатолием Яковенко началась с пресс-конференции. Говорили о молодых годах в футболе, профессионализме и современных игроках. Помимо журналистов, на встрече присутствовали друзья и соратники юбиляра. Поэтому в кругу близких, конечно, не обошлось и без воспоминаний. И вот команда люберцы проигрывала. И вот шла такая навальная игра на штрафную площадку. Они тренировали Анатолия. И он головой, вы знаете, здорово играл. Ну, головой лучше всех играл. Значит, выносил мячи. И вот благодаря этому команда, наверное, свела игру в ничью. И вот с тех пор это мой был кумир. Ну, а на встрече с друзьями сюрпризы не заканчивались. Дальше больше. На центральной площадке «Триумфа» для юбиляра выступили творческие коллективы и артисты округа. «Триумфа» для юбиляра выступили творческие коллективы и артисты округа. «Триумфа» для юбиляра выступили творческие коллективы и артисты округа. С теплыми пожеланиями на праздник пришел и глава округа. Мы всегда, друзья мои, ищем героев. Мы ищем героев, ищем национальную идею. А все находится рядом. Поэтому, Анатолий Георгиевич, вот для таких парней и девчонок вы, наверное, есть тот герой. И как положено героям. Анатолию Яковенко вручили знак отличия за достижения в спорте. Символичным завершением праздника стал матч у мастодонтов футбола 60-70-х годов 20 века. Сборная команда округа против «Торпеда». И не менее символичный счет – 1-3. Родная команда Яковенко снова одерживает победу. Эмоции от праздника виновник торжества не скрывал. Великолепно, честно, потрясен. Я не ожидал ничего подобного. Самое ценное, чтобы встретился со своими старыми друзьями, с которыми я играл в футбол, и которые рядом футболом были. И с большим удовольствием встретился, пообщался с ним. Самое главное. Напомним, Анатолий Яковенко играл за «Торпеда» Люберцы в 60-е годы. Был его центральным защитником. На многочисленные приглашения в другие клубы всегда отвечал отказом. Поэтому символичный то, что свой юбилей он встретил в кругу родной команды. Ее игроков разных лет. С теми, с кем провел свою профессиональную молодость. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. По традиции, ежегодно осенью администрация проводит проверку дорожных, коммунальных и ресурсоснабжающих служб на предмет готовности к зиме. Глава округа Владимир Ружицкий проинспектировал ОКБ ЖКХ. Готовы ли предприятия к холодам и снежным метелям? Об этом в нашем сюжете. Самосвалы, вакуумные машины, эвакуаторы и многофункциональные тракторы. Ровным рядом, как солдаты перед боем, выстроены эти железные борцы со снегом. В этом году им предстоит большая и напряженная работа. К зиме подготовлены полностью на 100%. Подготовлена техника, подготовлен реагент. Порядка 165 тонн. Это где-то на 2-3 месяца. Так что предприятие готово. 26 единиц техники сейчас и еще 10 машин поступит в ОКБ ЖКХ в ближайшее время. Это молодое предприятие обслуживает всю территорию округа. Но требования к качеству выполнения работ предъявляются самые высокие. Мы стараемся, по крайней мере, руку держать на пульсе. Любые замечания или предложения жителей, мы их берем во внимание и отрабатываем. Жителям зажаловаться можно повсеместно, но у нас работают социальные сети, в которых мы все находимся. У нас есть администрация, у нас есть почта администрации. Сегодня все работает в режиме онлайн. За подготовкой к зиме администрация следит тщательно. В ближайшее время обойдет все организации округа – дорожные, коммунальные и ресурсоснабжающие. Мария Кузьмичева, Петр Подмаренко, телеканал ЛРТ. Для любителей загородного отдыха осень – это пора сбора урожаев, овощных заготовок, варенья и компотов. Сделав запасы, дачники покидают свои участки как минимум на полгода. И тут появляются те, для кого октябрь – только начало сезона. Злоумышленники из года в год пользуются отсутствием хозяев и проникают на чужие дачи в надежде поживиться. Как защитить свое имущество наиболее эффективно, разбиралась Александра Томей. С приходом октября в сводку Люберецкой полиции стали все чаще попадать случаи краж с покинутых хозяевами участков. В первую очередь лакомый кусок для злоумышленника – садовая техника. Воруют электрооборудование, которые там у вас остались, косилки, насосы какие-то ваши, еще какие-то агрегаты. Проблема охраны СНТ связана с тем, что у них нет статуса населенного пункта. Патрульные и участковые в холодное время года здесь не работают. Поэтому выход для дачников – поставить участок и дом на сигнализацию Росгвардии или частного агентства. Еще вариант защитить свою собственность – организовать дежурные патрули из садоводов. Неплохо приобрести строжевую собаку, хотя бы одну на СНТ. Установить высокий скользкий забор. А еще застраховать постройки и имущество. Правоохранители предупреждают – ни в коем случае нельзя оставлять капканы и отравленные продукты для наказания вора. Иначе самим придется предстать перед судом. Александра Томи, Телеканал ЛРТ 17 октября отметили Всемирный день борьбы с нищетой. В 2008 году она была определена Всемирным банком как состояние, когда человек живет менее чем на 1 доллар в день. В Южной и Восточной Азии, Африке, Индии и Китае до сих пор за чертой бедности живет более 90% населения. А вот чтобы узнать, как оценивают свой материальный достаток, наши соотечественники Александра Томи отправилась на улицы города. Рассуждения люберчан о доходах и расходах и в целом о своем уровне жизни прямо сейчас в рубрике «Свободный микрофон». В 1987 году 17 октября более 100 тысяч человек собрались на площади Тракадера в Париже, чтобы почтить память жертв голода, насилия и нищеты. А сегодня более миллиарда человек, а это каждый шестой, живут за чертой бедности. Мы решили выяснить у люберчан, а как они оценивают свое материальное состояние. Какую часть своих доходов вы тратите именно на продукты питания, на еду? Около 40 тысяч месяцев. Я пенсионер вообще-то. На еду сомневаюсь. Ну, сомневаюсь ответить вообще. В разных магазинах разные цены. Ну, ты же 10-15. То есть это какая часть от вашего дохода? Ну, это где-то третий час. Сколько мы тратим на продукты питания? Ну, тысяч сорок, ну, тридцать сорок. Тысяч триста сорок, наверное. Ну, а какая это часть? Ну, пусть будет, наверное, процентов 70-80 мы тратим, наверное, все. А удается тратить еще и на какой-то культурный досуг? На кинул, на писемки? Да, да. Часто? Ну, как часто вы сочетаете? Раз в неделю, два. Да, удается. Ну, какую часть, это все зависит, допустим, вот, какие у нас есть поступления в виде ЗП. Либо кушать, либо ходить в театры. Да, удается. Так, раз в месяц, в принципе, вполне. Какой оптимальный доход, чтобы на все хватало, чтобы не считать копейку? Сто. На семью 150 тысяч. Ну, мне меньше 27. Идеально. Идеального нет предела, я думаю. Ну, чтобы на все хватало, вот что хочется. И в кино сходить, и покушать вкусно. Думаю, что тысяч 70-80. Вот у меня есть градация. Очень бедные люди, бедные. Средний класс, богатый и очень богатый. Какой бы категории вы себя отнесли? К бедным. Да, к бедным, бедным, да. А по каким признакам вы отнесли себя к ним? Мы не можем себе позволить многие вещи. И я думаю, по этим признакам. А что не можете себе позволить? Поехать, например, за границу два раза в год. Мы не можем себе позволить только один раз. Средний класс. А объясните, почему? Ну, как бы есть опыт же в жизни. Ты знаешь, как живет там человек, который живет выше среднего. Ну, как бы я считаю, что у нас средний класс. Ни бедные, ни богатые, что-то среднее. И не средний класс, это точно. К среднему классу, наверное. Да, наверное, к среднему. Ну, почему? Ну, потому что хватает на покушать, на одеться, на сходить куда-то погулять. Но каких-то излишеств больше, наверное, нет. Очень бедные. Наш автобус. Спасибо. Тема денег деликатная. Многие люберчане неохотно отвечали на вопросы. Но, как сказал один из респондентов, который пожелал остаться за кадром, если ты хоть что-то делаешь, нищим не будешь. Александра Томи и Петр Пономаренко. Специально для рубрики «Свободный микрофон». Обучающий семинар «Управдом» учит «Управдома» прошел во дворце спорта «Триумф». На этот раз говорили о платежных документах и возможностях заработать. Не обошли стороной и довольно сложный вопрос смены управляющей компании, если та по каким-то причинам жителей не устраивает. У Марии Антоновой все подробности встречи. Программа обучения про ЖКХ стартовала недавно. Давать практические советы – вот главная задача встреч с председателями советов МКД и старшими по домам. Большое внимание на первом семинаре уделили вопросу понижения тарифа на обслуживание жилья. Когда посмотрел план БТИ, я увидела, что большие тамбурные пространства, большие площади закрыты тамбурными дверями. Естественно, мы за это платим деньги, но уборщицы это не убирают. Мы провели собрание, мы решили исключить вот эти площади из уборочных площадей. За счет этого у нас снизился тариф на 3 рубля с квадратного метра. Опять же, каждый шаг, вот вы должны понимать, не так, что пришла, позвонила кому-то, да, еще что-то. Каждый шаг фиксируя в протоколе общего собрания. Помимо понижения тарифа, слушатели узнали о возможности заработать. Так жители могут сдавать в аренду помещения общего имущества дома. Например, колясочные, консьержные и подвальные помещения. Жители, проведя общее собрание собственников, могут без каких-либо трудностей эти помещения сдать в аренду. И юридическим лицам. И получать за это вознаграждение через управляющую компанию, которая потом направит на какие-то нужды, которые они сами примут. Решение, что им нужно благоустроить двор, отремонтировать подъезд, не знаю, там, крыльцо. И все в таком духе. До конца октября в округе планируется еще три подобных семинара. Проводятся они по инициативе правительства Московской области и Ассоциации председателей МКД. Мария Антонова, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Хотим дышать свежим воздухом. Под таким лозунгом жители микрорайона «Самолет» организовали флешмоб, чтобы обратить внимание на экологические проблемы региона. Люберчане уверяют, вредные выбросы травят их и не дают жить спокойно. Анна Троян выслушала точку зрения жителей. Ну, этого ни с чем не перепутаешь, потому что на самом деле это не как будто бы что-то горит или там сжигают листву, например, да, а это действительно ощущается, что это какие-то или то ли химикаты, то ли выбросы в атмосферу. Неприятный запах преимущественно по ночам уже больше года не дают дышать полной груди жителям самолета. По словам люберчан, едкие выбросы идут от очистных сооружений и мусоросжигающего завода, который расположен от них в двух с половиной километров. Беспокоит жуткий запах, беспокоит экологическая ситуация в нашем районе, не только в нашем районе, в ближайших районах, то есть это и области, Москва. Беспокоит здоровье детей, нас, потому что невозможно порой открыть окно. Стоит такая вонь именно вот от завода, облака этих отходов. Как-то утром я вышла, и синицы лежали мертвые. Для того, чтобы обратить внимание на свою проблему, активисты микрорайона «Самолет» на собственные деньги заказали кричащие баннеры. Жители вывесили плакаты у себя под окнами. Призывают объединиться с соседей, чтобы прекратить вредные выбросы. Общими силами, усилиями большинства народа, мы, я так думаю, смогли бы повлиять на это в дальнейшем. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. И еще об одной проблеме микрорайона «Самолет». Жители устали стоять в очередях на автобусе. Об этом они рассказали лично замминистру транспорта Московской области. В администрации округа Андрей Середнев провел встречу с инициативной группой. Вместе с представителями компаний-перевозчиков они обсудили проблему доступности общественного транспорта в микрорайоне «Самолет» и попытались найти способы ее решения. К чему в итоге пришли, знает Дарья Борисова. С перевозчиками я общаюсь, наверное, чаще, чем со своей семьей. Так Андрей Середнев описал свою погруженность в транспортную проблему жителей микрорайона «Самолет». Он пояснил, областное министерство дорожной инфраструктуры всегда на связи с люберчанами и работает над тем, чтобы их дорога от дома до метро перестала походить на испытания на прочность. Я бы мог бы сказать так, что за последние полгода у нас ситуация довольно-таки здорово выровнялась. То есть транспорт обновился, увеличился, и вместимость увеличилась, и количество увеличилось. Вопросы, по вашему счету, решаются, наверное, оперативно. Благодаря этим мерам общественный транспорт, конечно, стал ближе к жителям микрорайона «Самолет», но не настолько, как им хотелось бы. Участники инициативной группы считают, что перевозчики не успевают за динамичным ростом микрорайона и численности его населения. Чтобы добраться утром до метро, местные жители по-прежнему проходят квест «Очередь в Москву». Уже на первой остановке автобусы забиты так, что не втиснутся. Я, скажем так, уже здесь с вами в таком довольно-таки тесном контакте. Я готов лично приехать, если нужен я. Если не нужен я, могу представить своих сотрудников, кто приедет, и всё это зафиксирую. Также, выслушав предложение жителей микрорайона «Самолет», Андрей Середнёв предложил провести транспортный эксперимент. 17 октября на две недели в рейс будет запущен пробный экспресс-маршрут номер 1225 от улицы Вертолётной до станции метро Новокосино. Этот путь он будет преодолевать за 35 минут и ходить в часы пик с 6.30 до 8.30 утра с интервалом в 10 минут. Кроме того, на остановку Вертолётная, дом 20, каждые полчаса будет подаваться пустой автобус номер 1232 для посадки пассажиров. Расписание движения от остановки улицы Барыкино останется неизменным. В случае успешности этого эксперимента будет рассматриваться возможность введения этих изменений на более длительный срок. 1 октября в России начался осенний призыв. Готовность молодых людей к службе и их здоровье проверяют в Люберецком военкомате. Терапевт, хирург, невролог. Всего необходимо получить добро на службу у восьми специалистов. Кого берут в армию, а кого нет и по каким причинам, узнала Мария Кузьмичёва. Мария Кузьмичёва. Молодец. Шапы вы хотели? Перелом руки был сейчас частичная дисфункция. Призывник Владислав Марков в военкомате впервые. В свои 18 лет юноша мечтает стать военным. Но из-за перелома руки службу в армии ему пока придётся отложить. Каждый раз второй, потому что ещё не знаю, буду служить или нет. Для меня всё же отслужить – это отдать долг родине, в которой живу, чтобы всё-таки родина для меня очень многое сделала, и вернуть этот долг. А для Андроника Григорианца 23 октября наступит новый период в жизни. Он прошёл медкомиссию и призван на военную службу в части Национальной гвардии. Ну, я хотел служить в войсках спецназа либо на арцгвардии, и результат оказался – меня отправили в нас в гвардию. Я доволен результатом. Служба в армии даст мне физическую подготовку. Я стану более пунктуальным. Стану, надеюсь, укрепить мой характер. И стану более мужественным. Напомню, с 2008 года служба по призыву длится 12 месяцев. Плоскостопие и попрежнение суставов – эти заболевания освобождают от службы в армии. Большинство годны в армии. Большинство. Есть какая-то часть призывников, у которых есть болезнь. 85-90% годны. Есть с незначительными ограничениями некоторые годны. Мы их призываем. Осенний призыв продлится до 31 декабря 2018 года. Из Люберецкого округа новобранцы уедут служить в части от Калининграда до Дальнего Востока. Однако большинство люберчан останутся в пределах Западного военного округа. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Увидеть цирковое и театральное представление. Мюзикл и ледовое шоу сразу и в стенах одного зала. Такую уникальную возможность дарит своим гостям цирк танцующих фонтанов «Аквамарин». Он только-только открыл новый творческий сезон премьерой шоу «Забытая страна». Наш корреспондент Дарья Борисова отправилась на премьеру, чтобы увидеть, как на цирковой арене прижились разнообразные виды искусства и какое впечатление этот симбиоз производит на искушенного зрителя. Словно булавами, артисты цирка «Аквамарин» жонглируют видами искусства. Мгновение из-под их ног уходит сцена. На глазах зрителей цирковая арена становится ледовой, а вместо гимнастов окружности и петли в воздухе рисуют уже артисты ледового балета. «Аквамарин» Каждый участник цирковой труппы – это еще и актер театра. Все вместе они рассказывают зрителю историю о забытой стране. Один из юных фигуристов шоу сыграл мальчика Женьку, похищенного злой колдуньей волшебного королевства. На помощь главному герою в забытую страну отправляется его отец. Об их приключениях помогает рассказать каждый артист представления. «Это шоу о семье, об отношениях между детьми, родителями, об отношениях отца и сына, о том, что больше времени нужно проводить с детьми, о том, что любовь – это то, что спасет любую семью. У нас есть сюжетная связка, у нас есть номера, которые плавно переходят от одного к другому. Это не просто смена номеров, это действительно целое театральное шоу». Сочетать, казалось бы, несочетаемое – вот в чём артисты цирка «Асы». Где ещё увидишь воздушную гимнастку, обутую фигурные коньки или клоунов, облачённых в чёрное. На сцене артисты виртуозно укращают образы и стихии. Воду они сделали фоном для своих выступлений. Фонтаны в «Аквамарине» – это главная декорация. Одни их танцы способны научить удивляться, как ребёнок даже самого искушённого зрителя. «Цирк «Аквамарин» – это всегда красочно, это всегда ярко, это хороший вокал, это фантастические какие-то удивительные трюки, которые исполняют люди. То есть только что они ездили на каких-то роликовых коньках, потом они ездят тут же по льду, тут же эти поющие фонтаны, тут же они с роликов прыгают, начинают летать под потолком, при этом какие-то выбегают жонглёры. Ты приходишь на представление не только с детьми, но и сам погружаешься в эту атмосферу вместе с своими детьми. Ты сам становишься ребёнком». Ненадолго вернуться в детство – вот та бесценная возможность, которую каждый зритель получает вместе с билетом в «Аквамарин». Волшебство со вкусом мороженого и попкорна не развеивается даже в «Антракте». В фойе растянуть удовольствие помогает карнавал сюрпризов, игр и угощений. Впрочем, так всего и не расскажешь, да и лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Дарья Борисова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Природа радует нас необычайно долгим бабьим летом и наводит на размышления о том, какой же будет грядущая зима. Пока дать на 100% точный прогноз вряд ли получится. Естественно, надеемся на лучшее, но готовимся максимально серьёзно к любой экстремальной ситуации. По традиции в округе уже идёт проверка коммунальных служб. Смотр техники прошёл и на Люберецком водоканале. Люберецкий водоканал продемонстрировал свою готовность к холодам. Вопрос не праздный. Прошлая зима не раз била многолетние рекорды и по температурному режиму, и по количеству осадков. Аварий тогда избежать не удалось. Зима, особенно в России, это дело такое нешуточное и требует серьёзного подхода. Тем более, Люберце достаточно большой и город, и с нашими посёлками. Это сегодня уже порядка 320 тысяч населения. У нас огромное хозяйство. Стоит задача, чтобы это хозяйство функционировало бесперебойно. Жители не должны замечать, есть авария, нет аварии. Для жителей всё работает, всё нормально. И даже если авария где-то происходит, то мы должны мгновенно её устранять. В приоритете всё же не допустить нештатной ситуации. Сложности добавляет количество обслуживаемых объектов. Более 60 водопроводных и канализационных станций, почти 800 километров инженерных сетей. Такое хозяйство требует современного подхода. Технологии появляются новые, появляются новые возможности. Поэтому мы постоянно приобретаем то или иное оборудование. Мы постоянно отслеживаем, что происходит в технике. В этом плане достаточно много всевозможных таких новинок, чисто технических, таких научных. Среди новинок робот-видеограф, который помогает оценить состояние трубы. Ещё 76 единиц техники. И, конечно же, люди. На водоканале работают почти 600 человек ради того, чтобы улиберчане, открыв кран, получили качественную воду в любое время года. Значительное понижение температуры синоптики пророчат уже на следующей неделе. А это факт, значимый для всех коммунальных служб без исключения. Готовность подрядных организаций к зиме проверил глава округа Владимир Ружицкий. Шесть подрядных организаций приведут в порядок округ в холода. Три из них чистят город Люберцы. Чтобы под ногами и колёсами было не скользко, трудятся 600 человек, управляя спецтехникой или вручную. Почему приходится содержать такое количество людей? Очень много парковок, очень много машин, где применить технику невозможно. Поэтому приходится содержать очень много ручных рабочих. Чем больше мы делаем парковок, тем больше у нас появляется ручных рабочих. Уже закуплено более 500 тонн песко-соляных смесей и реагентов во всеоружии и все 300 единиц спецтехники. В этом году снова обновили автопарк, закупили большое количество КДМ. Они имеют впереди отвал, сзади кузов для разбрасывания песко-соляной смеси. В этот раз проверка готовности состоялась в необычном режиме. Тех, кто трудится вручную или управляет спецтехникой, поздравили с профессиональным праздником – Днём работника дорожного хозяйства. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы всем вам пожелать искренне каждому из вас здоровья, благополучия. Я надеюсь, что мы зимой, в зимний период, ситуацию на дорогах в Люберцах удержим. Поэтому всех с праздником, добра, здоровья, благополучия и спасибо вам за ваш труд. Всем удачи! Лучшие сотрудники предприятий получили подарки и благодарности от главы округа. Стоит отметить, с 1 ноября все дорожные предприятия переходят на круглосуточный режим работы. Анна Троян, Алексей Коняхин, телеканал ЛРТ. Вновь вернемся к призыву. После медкомиссии ребята отправляют в распределительный пункт, и уже оттуда они разъезжаются по воинским частям. С каким настроем идут в армию будущие защитники Родины, расскажет Мария Антонова. Армия есть армия. Каждый в ответе за себя, каждый в ответе за своего товарища и каждый в ответе за успех того или иного подразделения. Вот там формируется дух, там формируется сплоченность, и там формируется то, что зовется, попросту говоря, командой. С таких напутственных слов начался путь новых солдат российской армии. Первая осенняя группа призывников в этом году из 18 человек. Один из них – Леонид Терешин. Он уже отучился в колледже и теперь готов выполнить свой гражданский долг. Я считаю, что каждый парень должен отслужить в армии. Хотел бы морской пехоте отслужить. Почему так? Ну, там более лучшая подготовка. Я, наоборот, хочу больше физической нагрузки. Проводить призывника на службу оказалось испытанием не только для родителей. С волнением в этот день боролись и другие члены семьи. С еще одним из призывников – Алексеем Шимановым. К военкомату прибыло целое семейство. Сердце разрывается. Не то чтобы от переживаний, не от боли, а какая-то тревога. Ну, просто. Потому что все-таки далеко от дома. Мы привыкли, что они рядышком с нами, с мамами. Я ему вторая мама крестная. И поэтому, конечно, очень тревожно, но немножко счастливы. Родственники на улице, призывники на медкомиссию. Долгие проводы ни к чему считают в военкомате. Следующий этап – распределение по военным частям. 75% наших люберецких ребят попадает в ряды вооруженных сил западного военного округа. То есть это, будем говорить, центральная часть России, западная часть России. Но есть и команды и на Дальний Восток, и на Балтийский флот, и на Каспийский. То есть попадаем во все виды вооруженных сил. Также Михаил Скоков отметил, что в этом году увеличился процент годных призывников по состоянию здоровья. Это около 80%. Также увеличилось количество желающих служить по контракту. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. И снова о спорте. В копилке достижений люберецких спортсменов теперь на одну медаль больше. Воспитанница люберецкой комплексной спортивной школы Диана Ермакова поднялась на пьедестал первенства Европы по боксу. Ей удалось завоевать серебро. Под скандирование болельщиков Диана Ермакова наносит сопернице удар за ударом. В бокс люберчанка пришла всего пять лет назад, но на ринге она чувствует себя уверенно. Лучший тому подтверждение – титул многократного призера местных, областных и всероссийских соревнований. Теперь спортсменке покорилось состязание европейского масштаба. Первенство Европы, которое прошло в Анапе, стало для Дианы самым масштабным за ее карьеру. Оно объединило более 300 юных боксеров. На ринге люберчанка встретилась с представительницами Венгрии, Германии и Англии в весовой категории до 52 килограммов. Я была 100% уверена, что я готова, что я выйду в ринг и покажу то, что я умею. Первые два боя я чувствовала соперника, я могла их обыграть. Мне было легко, я даже особо не уставала после боя. А вот с англичанкой тяжеловато было. Диана Ермакова уверенно выиграла два боя с боксерами из Венгрии и Германии. Только представительнице Англии удалось обойти люберецкую спортсменку. Немного не хватило характера, так сама Диана объясняет причину поражения. Второе место заняла, очень расстроилась, злая была. Она надеялась, что она выиграет. Такой равный бой у нас в финале был, ну отдали победу той. Даже те же англичане, мы англичанки проиграли, вот они же подходили к ней и говорили, да ты выиграла. Ну, хотелось, конечно, выиграть. Хотелось. Но ничего, второе место тоже, я думаю, хороший результат. Но на этом результате Диана Ермакова останавливаться не планирует. Уже в понедельник она начнет готовиться к следующим соревнованиям. Каникул у спортсменов не бывает. В будущем году Диана намерена давать журналистам интервью в качестве чемпиона Европы по боксу. Дарья Борисова, Алексей Коняхин, телеканал ЛРТ. Быть готовым к любой беде. Прямая обязанность спасателей. В этот раз они отрабатывали действия по ликвидации аварии на стратегическом объекте. Это была одна из Люберецких котельных. Как справились, видела наша съемочная группа. В здании 201-й котельной сработала аварийная сигнализация. Моментальный вызов спасательной службы пожарных и скорой помощи. К счастью, эта ситуация – часть легенды, которую отработали на учениях по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Первый блок заданий – внутри здания. Разрыв газопровода внутри помещения котельной возле котла номер один с повреждением непосредственной обшивки котла. Есть пострадавшие. Спасатели находят потерявшую сознание сотрудницу котельной и оказывают первую помощь. Далее транспортировка в карету скорой и дорога в стационар. Пожар возник. Значит, люди, находившиеся внутри помещения котельной, стали спасаться. Значит, один из сотрудников, спасаясь, попал на кровлю непосредственно в помещение здания котельной. С помощью альпинистского снаряжения его спускают на землю. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась. Но отдыхать еще рано. Ветер повредил емкость с дизельным топливом. Оно вытекло наружу. Горючую жидкость собирают в специальный бассейн. Нехтепродукты в дальнейшем подвергаются утилизации. Наша задача – обезвредить, локализовать, собрать. Такие комплексные учения проходят на территории 201-й котельной уже второй раз. Медики, спасатели и сотрудники предприятия – всего около 50 человек – отработали не только навыки ликвидации чрезвычайной ситуации, но и продемонстрировали слаженное взаимодействие, которое так важно, когда что-то идет не по плану. Телевизионные антенны жителей округа скоро перестанут принимать аналоговый сигнал. С января 2019 года Россия полностью перейдет на цифровое вещание. Для одних абонентов эти перемены пройдут безболезненно, другие же рискуют остаться без любимых программ. В тонкостях телевизионной революции разбиралась Дарья Борисова. Цифровое телевидение – это отличное изображение, устойчивость сигнала к помехам, возможность пользоваться дополнительными услугами. Уже три года жители Люберецкого округа имеют возможность смотреть ТВ-передачи в HD-качестве. Цифровой сигнал пришел на территорию округа в 2015 году. Охват цифровым вещанием нашего городского округа уже осуществляется в стопроцентном режиме. Если раньше у Люберчан была альтернатива – смотреть аналоговое ТВ или цифру, то с 2019 года выбора больше не будет. Либо цифровое телевидение, либо совсем без телевидения. Однажды, нажав кнопку пульта, телезрители могут удивиться, увидев на экране рябь вместо любимой программы. У цифрового сигнала есть единственный минус. Напрямую с Останкинской телебашни его могут принять не все телевизоры. Те, что старше пяти лет, как правило, не обладают необходимым для этого функционалом. Впрочем, это еще не повод отправлять на покой старенький телевизор. Можно дополнительно приобрести цифровую приставку, ее подключить к телевизору, либо к ТВ-приставке, либо она отдельно может быть как ТВ-приставка, и с помощью нее получать напрямую телесигнал с Останкинской телебашни. Я подчеркиваю, меняется только для тех, кто хочет напрямую получать сигнал с Останкинской телебашни. Если абонент подключен к оператору кабельной сети, к оператору связи, то ничего для него не меняется. Не нужно ни покупать приставки, ни менять телевизор. А вот абонентам операторов связи ЛРТ и антенны вообще не стоит торопиться в магазин. Эти компании заранее подготовились к телевизионной революции. Даже после полного перехода на цифровое вещание их абоненты будут продолжать видеть 44 канала в аналоге и 77 в цифре без дополнительных устройств. В детской библиотеке «Бригантина» прошла традиционная акция «Дай лапу друг» помочь бездомным животным – такова ее главная цель. На протяжении месяца учащиеся люберецких школ собирали продукты питания и бытовые принадлежности для приюта. Кто откликнулся на этот раз, расскажет Мария Антонова. Кот Гарфилд и собака Гек. Этих друзей принесли из Томилинского приюта «Бим». Акция проходит уже шестой год. За все время детей познакомили с разными животными. У нас две цели. Первая цель – мы хотели помочь животным. Только из-за этого все и началось. А вторая цель – вырастить детей добрыми, заботливыми, ласковыми, ответственными. Потому что без второй цели тогда и первая цель уйдет мимо. Участники этой акции – ученики от младших до старших классов. За время ее проведения появились и постоянные волонтеры. Наталья Евдокимова – ученица седьмого класса. Из-за любви к собакам мечтает стать кинологом. Каждый год, несмотря ни на что, для животных приюта «Бим» покупает корм и все необходимые вещи. Я хочу как раз съездить в приют или сделать свой, наоборот, приют. Потому что это каждый котик. Вот у меня во дворе есть собачки-котики, я их подкармливаю. Потому что у меня вот три собаки возле дома и котики. Я хочу, конечно, их забрать домой, но у нас квартира маленькая и мама не зарешает. Каждый из этих детей внес частичку добра в общее дело. Собранные килограммы корма, миски, лежаки, игрушки – все это теперь отправится нуждающимся животным. Вообще в «Биме» около трех тысяч животных разных. У нас не только кошки и собаки, у нас там и птицы есть, и дикие животные. То есть дикие животные, ну не знаю, только, наверное, если слона-жирафа, там бегемота-носорога нет. Познакомиться со всеми обитателями приюта может каждый. К тому же там всегда рады гостям. Ну а следующая акция уже пройдет только в следующем году. Мария Антонова, Алексей Коняхин, телеканал ЛРТ. И в завершении об осени максимально красочно. Неделя эта выдалась поистине удивительно теплой и яркой. Красоту этого времени года творцы воспевали во все времена. Пушкин, Репин, Левитан, Бродский. Каждый подмечал нечто свое и подчеркивал особые детали и достоинства осенней поры. А вот как видят осень современные художники. Наш корреспондент Мария Кузьмичева узнала, что для них осень и на что эта золотая пора их вдохновляет. Сам холст беру, и тюдник, кисть, и краски, и вдохновением мазок ложится на полотно. Коричневым и красным на северном ветру. Стихи и мольберт – верные спутники жизни у люберезского художника Виктора Маркова. Его нереально встретить за работой с мольбертом и кистью на улице. Свои творения художник воспроизводит по памяти. Его муза – природа Подмосковья. И большую часть своих работ он посвящает любимому времени года – осени. Осень – это сказка, чудес и волшебства. Цветы, вы видите, это просто удивляет, потрясает. Потому что весной они все приглушенно. На сегодняшний день в мастерской художника порядка ста работ, посвященной золотой поре. Все они выполнены в ассоциативном стиле, придуманном самим Виктором в далеких 90-х. Уникальность направления, по словам художника, в том, что до сих пор никому еще не удалось повторить его почерк. Помашите нам ручкой. Через объектив своего фотоаппарата ловит момент фотохудожник Станислав Свечников. Его герои – случайные прохожие. А сегодня еще и мы. У природы нет плохой погоды, любит повторять Станислав. Красоту он видит во всем. Несмотря на довольно плотный график работы, фотограф находит время для съемки. И с первыми лучами солнца выходит на фотохоту. Вставал в 4 утра, в зависимости от того, куда ехал, составлял вечером план. Ну или там в течение рабочего дня, свободную минутку составлял план. Отсматривал материалы, которые снимали другие фотографы, например. Выбирал погоду и представлял уже себе, какая будет картинка. Мчал туда, в общем, на рассвете. Особо плодотворной для Станислава выдалась эта осень. Хорошая погода ежедневно вдохновляла его на новые шедевры. Очень люблю осенние рассветы, очень люблю осенние грозы. Очень нравится желтый цвет. И вот эти вот сочные контрасты, листья желтые, деревья, когда переодеваются, в общем, желтые-оранжевые краски. Это безумно красиво. За 8 лет в этом деле Станислав сделал порядка 10 тысяч работ. Его подписчики, а их немало, 18,5 тысяч человек, охотно украшают стены своих домов его фотошедеврами. И нас фотограф не оставил без подарка. Запечатлел осень 2018-го в собственном исполнении. Каждый творец, будь то поэт, художник или фотограф, видит осень по-своему. Это время для размышлений, время, когда мы особо остро радуемся каждому лучику солнца. Каждый год перед сном природа взрывается буйством красок. И нам с вами нужно не упустить момент и успеть насладиться этой осенью. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Ну что ж, на этом у меня все. Таковы главные события уходящей недели по версии службы информации нашего телеканала. На этом прощаюсь. Всем удачных выходных и до встречи.